В новогодних и рождественских праздников ждут все, несмотря на возраст, на здоровье, настроение и прочие обстоятельства, в смысле экономических и других трудностей. В создании новогоднего чуда участвуют многие и многое. Производители новогодней антрибутики и продавцы, микроклимат в коллективе, в семье, умении и желании встретить Новый год по-новому. Но, несомненно, то, что празднично украшенный город – один из основополагающих факторов для новогоднего настроения. В этом плане Брест всегда поражает и удивляет. В этом году зима. Прийти не успела, но новогодняя подготовка чувствовалась везде, во всем яркие сказочные витрины магазинов, школ, иллюминация на бульварах, проспектах и улицах. А какие сказочные гуляния были организованы на площадях, на открытии елки в московском районе, собрались все москвичи. От мала до велика. Одним словом, все постарались и сделали праздник с большой буквы. Новогодние праздники – это, наверное, одни из самых любимых праздников жителей Республики Беларусь, наверное, всех жителей постсоветского пространства. И задача власти – помочь людям создать это праздничное настроение, в том числе и посредством новогоднего украшения. Вот почему мы уже три года проводим церемонию открытия главной елки московского района, которая себя, я думаю, оправдала, является украшением и улицы Московской, и является хорошей альтернативной для жителей Востока не ехать в центр на елочку, а здесь отдохнуть. Вот почему мы каждый год проводим соответствующие конкурсы. Конкурсы на участие субъектов хозяйствования учреждений в новогоднем оформлении. Предприятия, учреждения образования, фирмы, индивидуальные предприниматели, все субъекты хозяйствования постарались сделать московский район красивее и праздничнее. Получилось. А коль с задачами справились, считает глава администрации, значит, заслуживают поощрения. Сегодня были награждены те, кто, на взгляд компетентной комиссии, постарался лучше других. В числе награжденных – рынок Лагуна и городской жиры, Убрест, Деловой и Облгаз, Гефесттехника и Белгострах, школы и гимназии. Всего 11. В числе победителей – открытое акционерное общество «Савушкин». Дарит добро людям в числе приоритетов у генерального директора предприятия Александра Савчица. Бабушка меня так воспитала. Если можешь помочь человеку, помогай. Я всю жизнь стараюсь этому, ее мудрым словами, как-то доверяю и иду по жизни так. Она мне все время говорила, кидай сынок вперед. То есть помоги, кидай вперед. Придет время, надо будет тебе помочь, тебе помогут. На самом деле это, наверное, не маям. Это может быть какая-то божья заповедь или чего-то еще. Но, тем не менее, и по жизни оно, наверное, так и есть. С удовлетворением отмечаю, что каждый год мы наращиваем в этом направлении. Мы показываем высокую планку. Я имею в виду наш деловой центр, я имею в виду вот это предприятие «Букинком», которое сегодня получило соответствующую награду. И, конечно, погода немножечко в этом году нам смазала эффект от восприятия. Но самое главное то, что в следующем году уже хуже не будет. На то, что мы наработали в этом году, мы будем дальше наращивать новые элементы замечательного светового оформления нашего московского района. Примеров таких уже очень-очень много. Когда-то давно Великий Достоевский сказал, мир спасет красота. Это действительно так. Стоит лишь приложить чуточку усилий и сделать поначалу красивее свой дом, улицу, бульвар, по которым ты ходишь каждый день. Жить станет легче и приятнее.